Всем привет! Подбираете себе новый автомобиль? Или просто хотите оставаться в курсе современных тенденций рынка? Тогда ловите 10 самых качественных компактных кроссоверов на рынке по версии компании GD Power, ну и естественно скорректированный под наш украинский рынок. Не забывайте подписываться, ставьте лайки и ловите новые интересные видео. Рейтинг составлен американской компании GD Power, которая специализируется на исследовании удовлетворенности клиентов и оценке качества продукции. И основывается рейтинг на отзывах клиентов, которые ездили на новых автомобилях на протяжении как минимум 90 дней. Я лишь скорректировала рейтинг под наш украинский рынок и под те автомобили, которые присутствуют в продаже у нас. Отмечу, что автомобили распределяли по набранным баллам за общее качество, за надежность, за удовольствие от вождения и за стоимость и практичность последующей эксплуатации в течение трех лет после продажи. Десятое место в рейтинге Honda HR-V. Этот компактный кроссовер появился на рынке в 2013 году и с тех пор пережил около двух рестайлингов. В 2021 ожидаем новое поколение, которое появится только с гибридной силовой установкой. Сегодня же присутствует у нас бензиновый IFTEC на 1,5 литров мощностью 130 лошадиных сил. И стоимость такого кроссовера будет составлять около 700 тысяч гривен. Девятое место Hyundai VENUE. Свежая новинка от корейцев залетела в рейтинг надежности, заработав 78 баллов. Хотя про эксплуатацию аналитики пока сказать ничего не смогли. Нужно время. Хотя мы знаем, что кроссовер построен на платформе Kona, а двигатель тут знаком нам по Elantra. 1,6 литровый MPI мощностью 123 лошадиные силы. С автоматической коробкой автомат такой кроссовер обойдется в районе 550 тысяч гривен. Восьмое место G-Prenigat. Этот кроссовер не популярен в Украине, но очень популярен в Америке и поэтому попал в этот рейтинг. Причем с таким же количеством баллов, как и у Hyundai и у Hyundai. Однако по надежности он показал лучшие результаты. У нас полноприводный малыш доступен с двигателем 1,4 мощностью 140 лошадиных сил и с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией по цене от 28 тысяч долларов. Седьмое место Ford EcoSport. Самый маленький с кроссоверной ринейки бренда появился в 2013 году и успел завоевать поклонников особенно в США. У него вместительный багажник и высокий клиренс. У нас EcoSport тоже есть в продаже. С трехцилиндровым EcoBoost на 1 литр мощностью 125 лошадиных сил и в паре с 6-ступенчатым автоматом по цене от 570 тысяч гривен. Шестое место Subaru XV. Этот кроссовер обладает по-настоящему полным приводом и шикарными возможностями. Комфортный, уверенный, с отличной управляемостью, к тому же очень лояльный в плане амортизации. У нас кроссовер Subaru предлагается с двухлитровым оппозитником или в гибридной версии с электромотором. Цена стартует от 899 тысяч гривен. Пятое место Mini Cooper Countryman. Кажется, что этот малыш не меняется на протяжении многих лет, но дизайнерам удается трансформировать его полностью, сохраняя общий стиль и узнаваемость. К тому же автомобильчик остается таким же активным, бодрым и живым. И сегодня кроссовер выдает 190 лошадиных сил с двухлитрового мотора, но стоит соответственно от 900 тысяч гривен. Четвертое место Mazda CX-30. Средненький из кроссоверов с концепцией коду неплохо зашел и у нас. Любим мы Mazda. Красивый, подвижный и приятный автомобиль неплохо себя показал по многим пунктам, но вот об обслуживании пока говорить еще рано. Новинка все-таки уже очень свежая, но надежность кроссовер показывает очень даже неплохую. У нас он доступен с двухлитровым SkyActiv мощностью 150 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Цена же на такой кроссовер статует 750 тысяч гривен. Третье место Nissan Qashqai. Этот компактный кроссовер считается образцовым и если учитывать, что он первооткрыватель модного сегмента, то третье место он занимает вполне заслуженно. Он экономичен, практичен и недорог. Недавно представлено следующее поколение кроссовера уже с гибридной силовой установкой. А пока неплохим вариантом станет двухлитровый бензиновый кроссовер на 144 лошадиные силы с вариатором по цене от 619 тысяч гривен. Будет доступны и дизельный 1.6 мощностью 130 лошадиных сил, но цена его будет стартовать от 680 тысяч гривен. Второе место Mitsubishi ISX. Недооцененный представитель компактных кроссоверов. На самом деле сложно найти лучше машину для наших дорог, чем Mitsubishi. Компакт имеет прочность старших братьев. Бренд не столь успешен на нашем рынке из-за высокого прайса и устаревших двигателей, которым 100 лет в обед. Но старая в этом случае значит надежная. Именно поэтому в пункте надежности эксплуатации кроссовер набрал немало баллов, как и за удовольствие от вождения. У нас кроссовер можно приобрести с двухлитровым двигателем на 150 лошадиных сил по цене от 700 тысяч гривен. Механика же с 1,6 литровым мотором обойдется куда дешевле – от 555 тысяч гривен. И первое место Toyota C-HR. Конечно же, впереди планеты всей идет Toyota, которая в плане надежности и практичности в эксплуатации не превзойденная. C-HR полюбили за эксцентричный дизайн. Решительный шаг компании, но удачный. Меня удивляет высокий балл за удовольствие от вождения, поскольку Toyota ярко выраженным качеством таким никогда не блистала. Видимо, большинство владельцев имели гибридную версию, которая немножечко повеселее. У нас же C-HR представлен с трехцилиндровым бензиновым 1,2 литровым турбированным двигателем мощностью 116 лошадиных сил. В паре с вариатором он будет стоить около 780 тысяч гривен. Гибридная же версия, которая повеселее. Имеет мотор 1,8 мощностью 122 лошадиные силы и ценник у нее стартует от 857 тысяч гривен. На самом деле в рейтинге от GD Power победила Kia Soul, который у нас на рынке, к сожалению, не предлагается. Именно поэтому Toyota взлетела со второго места на первое. Жалко, нету тут европейских представителей, которые до американского рынка пока не доехали, но там тоже есть на кого посмотреть. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Этот рейтинг хорош и сам по себе. Выбирайте из лучших, а мы будем вам подсказывать. Задавайте вопросы, предлагайте модели автомобилей, которые вам интересны, мы будем делать на них обзоры. Возможно, даже пригласим и вас высказать свое мнение. Подписывайтесь, ловите новые видео и оставайтесь спокойными. Вместе с Ойлер!